Лабытнанцы собираются в отпуск. В путешествия с собой многие берут и четвероногих друзей. Где и как купить билеты на домашних животных? Какие справки и документы для этого потребуются? Зачем идти накануне на прием к ветеринару? И, наконец, что необходимо взять с собой в дорогу, чтобы шарику или барсику было комфортно и в пути, и на отдыхе? Ответы на эти и другие вопросы искал мой коллега Максим Швец. Изначально при планировании отпуска необходимо заблаговременно определиться, отправится ли питомец в поездку с вами и на каком виде транспорта вы будете путешествовать. Итак, по порядку. Если четвероногий или пернатый друг будет с вами на протяжении всего отпуска, необходимо знать самое главное правило. Для тех, кто в летний период времени собрался вывозить животного, нужно за полтора месяца обратиться в Лабытнанский территориальный отдел, для того, чтобы проглистогонить животное, провести дегерметизацию профилактическую, либо лечебную, и в дальнейшем через две недели прививка от бешенства, против бешенства. В противном случае что будет? В противном случае справочка не выписывается, есть у нас инструкция по борьбе с бешенством, есть ветеринарное законодательство и сроки четко регламентированы. Нужно также помнить, что справка дается только до пункта назначения. Перед отъездом вам вновь придется посетить ветеринара и получить новую для дальнейшего путешествия. Что же касается транспорта, то здесь также свои нюансы. К примеру, поездка на поезде с питомцем по маршруту Лабытнанги-Москва будет стоить приблизительно 800 рублей. Но стоит учитывать, что с четвероногим другом проезд разрешен только в специально отведенных вагонах. Животное у нас переводится только в купейных вагонах, кроме повышенной вагонок, повышенной комфортности и вагонов СВ. Для того, чтобы перевезти животного, надо иметь справку с ветеринарным. Мелкие породы собак и мелкие животные домашние переводятся в переносках. Не более двух животных в одну переноску и не более одной собаки тоже в переноске. На один купленный билет. По собаке крупной породы перевозится в полностью выкупленный купе. Можно ехать три пассажира и одно место должно быть свободно для собаки. Чтобы не было чужих людей в купе. Если едет один пассажир, то полностью купе выкупает. С правилами перевозки животных авиатранспортом тоже необходимо ознакомиться заранее. Причем у разных авиакомпаний могут быть разные условия транспортировки животных. Не лишним будет изучить правила пресечения границы той или иной страны, если вы планируете путешествие за пределы Российской Федерации. Всего за прошлый год из города выезжали более полутысти животных. В этом выдано уже 124 справки для транспортировки. Но что делать, если у вас нет возможности взять питомца в отпуск, а дома присматривать за ним некому? В этом случае Лабутнанский территориальный отдел Салихарского центра ветеринарии готов предложить свои услуги. По санитарным нормам кормление два раза в день. Если животное, то 8 килограмм собака. Обязательно два раза в день прогулка. Стоимость такой услуги? Стоимость такой услуги 200 рублей в сутки на кошку, 250 на собаку до 8 килограмм. Если животное больше, к сожалению, пока условий нет, поэтому рекомендую обратиться в Салихард. Там в государственной ветеринарной клинике также есть стационар. Как бы то ни было, проведет ли летние каникулы любимая зверюшка с вами или за время вашего отсутствия будет под присмотром специалистов, главное, чтобы не оказалось на улице. Всегда необходимо помнить, вы в ответе за тех, кого приручили. Максим Швец, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова